Мы из Екатеринбурга сейчас находимся в Варшаве. Ковчег предоставил нам временное жилье, за что мы ему очень благодарны. Оказались здесь не по доброй воле, мы бы так и жили в России. Но дело в том, что 24 февраля человек, считающий себя президентом Российской Федерации, объявил полномасштабную войну в Украине. И так как мы не согласны, ни я, ни дети, с этим решением, нам пришлось уезжать из России. Я не инагент, я не журналист, я не кто-то. Просто высказывала свое мнение. Я считаю, я имею на это право. Даже та конституция, которая на пеньках была написана, она не отменяет того, что у меня есть права и свободы на высказывание своего мнения. Ой, какие дети-то работящие. Я из солнечного Таджикистана. Я занимаюсь своим блогом, то есть я снимаю видео на Ютьюбе, жанр интервью и документалистика. И получилось так, что из-за нескольких моих интервью у меня начались сложности, и мне пришлось покинуть страну. Приехав сюда, в Варшаву, я не знал, что я попаду в такой мир, где собрались такие отчасти творческие ребята и очень интересные. Вот я думал, я сейчас поеду и изолируюсь от всего. Пропаду на время, чтобы прийти в себя, но приехав сюда, побыв в ковчеге с ребятами, я, как говорится, перезагрузился, осознал то, что я не должен останавливаться. И я еще хочу запустить новостной блог, которого у нас в стране, к сожалению, очень не хватает, потому что многих журналистов и свободоговорящих ребят посадили, или же они, как я, покинули страну. Меня зовут Женя, я из Хабаровска. Мы приехали сюда с мужем. Вы, наверное, видели его уже в этом видео, или увидите, он как раз запекал шарлотку. Мы приехали вот в ожидании переселения в арендованную квартиру. Но оказались в такой ситуации довольно неприятной. Написали ребятам, и, к счастью, нашлись для нас места. И, если честно, сейчас не хотим уезжать, потому что здесь было очень классно. Я не знаю, как объяснить собаке, почему ее большая стая опять уменьшится до двух человек. Но мы обещаем приезжать к гостям. КОНЕЦ